отец нектарий движение хорошие люди выиграла президентский грант вы будете учить одиноких мам искать себе новую работу в условиях пандемии скажите почему именно вот одинокие мамы стали предметом вашего особого печенья одинокие мамы это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан и наверное я для кого не открою секрет и скажу что именно сейчас когда из-за пандемии многие люди остались без работы то женщина который в одиночку воспитывать детей оказывается особенно трудно среди наших прихожанок есть такие женщины среди тех кому мы протяжении этого всего времени помогали развозят продуктовый набор и прим там вот есть женщина который 5 или 6 детей и совершенно отсутствует какая-то мужская помощь нам числе материальную вот и когда мы стали думать какую конкретно тему выбрать для гранта то вот эта тема оказалась просто подсказана самой жизни мне кажется что это очень актуальная вещь постараться научить одиноких мам обучить тем видам востребованной сегодня удаленной работы которые позволят им с одной стороны максимум время проводить своими детьми а с другой стороны достаточно зарабатывать чтобы и растить их и самим жить полноценной жизнью спрос большой оказался по гранту было необходимо собрать 90 одиноких мам на сегодняшний день у нас к обучение приступило больше 120 чему будете учить это дизайн это создание сайтов на тильде это работа фотографа это написание текстов в том числе так называемых продающих текстов и это смм движение хорошие люди расскажите пожалуйста как она вообще возникла вот как возникла идея в чем смысл этого движения на самом деле достаточно давняя такая история у нас храме сложилось небольшое но активное такое волонтерское движение и первоначально мы занимались тем что мы просто скам так прием в первую очередь старались помогать друг другу то есть тем людям которые храм уже пришли но которым как мы понимаем материально достаточно трудно и так постепенно сформировалась некое такое сообщество которое мы нашли название хорошие люди была зарегистрирована группой единомышленников соответствующим образом менюсть организации это н кого с таким же названием хорошие люди вот и эта работа у нас стала не от месяца к месяцу как-то приобретать все более более оформленный характер хорошие люди это название одной из книг метро кэта времени фетченкова замечательного духовного писателя российского 20 столетия который какое-то время был и правящим архиереем на саратов кафедре и оставил по себе и прекрасной памяти множество совершенно замечательно книг сколько у вас подопечных семей начали где-то 150 160 человек вот на нашем постоянно такого рода попечения находятся что меня особенно радует нашей работе начинают принимать участие люди которые даже не ходят в храм почему это меня радует потому что во первых кто-то из них таким образом становится ближе к церкви и мы для церкви обретаем с другой стороны я понимаю что это не только добрый дел который мы делаем но это некое очень важное свидетельство о том что мы не безразличны к тому что люди испытывают нужду мне кажется еще и такого рода связь со стороны церкви она когда необходимо скажите насколько вообще все плохо сейчас у людей особенно вот с началом пандемии когда началась пандемия так совпало что нас правильно с этим появился в храме продуктовый ларек мы благодаря ему смогли для себя выявить совершенно удивительную вещь мы запускали эту анкету с опросом кому что в этом ларьке необходимо вдруг мы выяснили что у нас есть какое-то количество прихожан которые никогда не едят ни молочные ни мясные продукты не едят потому что они не могут себе их просто позволит материально что и очень интересно это были люди которые о своей нужде никогда не заявляли это пожилые люди в основном пенсионеры это пожилые ростом пожилые люди в том числе это и как раз в матери с достаточно благополучным положением вот поскольку нету отцов есть дети и нет возможности полноценно работать на самом главном же тюля помощи когда не просили они когда не говорю что нам плохо что нам нечего есть они просто смиренно покупали какие-то сильно полупросрочные макароны какие-то продукты с надписью красная цена вот и действительно жили вот так что они считали что вот есть продукт который не для них и я помню что вот для тех волонтеров которые настолько только начинали этим заниматься был какой-то момент пришли в одну такую семью и начали там разгружать сумки там был уже был как раз много детей в этой семье и мальчик сгорячал маме мамы я первый раз вижу столько продуктов вот от этого заурядного в общем-то эпизода слезы наворачиваются на глаза особенно когда понимаешь что сколько еще таких семей где дети никогда не видели столько продуктов а вот нам бы хотелось как можно больше из них охватить интересно что же эти люди это едят в пост когда пост если у них это можно что эти люди может эти люди точно могут не поститься они имеют на это полное право как и за счет чего все это происходит потому что она так со стороны кажется что с абсолютно на пустом месте это движение создано нет никаких бюджетов никаких готовых грантов ресурсов откуда вот эти деньги берутся это пресловутой каши из топора вот есть топор все-таки она варится она все начинает вариться да я на самом деле к этому как чудо как милости боже отношусь но я очень благодарен тем людям с которых все это начиналось которые приходили приносили перечисляет там по 300 по 500 там максим по 1000 рублей не имея никаких особенно средств вот а за это время на стали появляться люди и тут наши друзья в других городах вот не буду кого-то из них называть чтобы не смутить но то есть у нас допустим вот наша постоянная помощница живущая в петербурге психолог вот там она вот считает своим долгом 15 20 30 там 40 или 50 тысяч месяц нам перечислить вот и считает что делать очень мало она просто она не бизнесмен она психолог который работает с людьми и вот такие люди начинают появляться вот это наш главный капитал хорошие хорошие люди вот на и на них мы и рассчитываем какие-то более серьезные вливания от каких-то предприятий фирм есть такой комбинат холод плюс саратовских ладокомбинат галина владимирова миронова вот она время от времени помогает нам и средствами как помогает храму но точно также помогает нам продукты благодаря этому мы несколько месяцев подкармливали врачей бывшим перинатальным центре который стал к видным госпиталем благодаря этому мы более-менее регулярно можно помогать саратовскому центру для лиц без определенного места жительства есть еще поймем это сам комбинат белая долина где мы берем продукты мы закупаем там по максимально низким ценам они ведут об этом навстречу мы им за это очень благодарны вот есть еще один саратовский предприниматель достаточно крупный он тоже нам жертвует достаточно крупные суммы денег сейчас но он хочет при этом совершенно оставаться на него нет желания чтобы кто-то его знал есть такое мнение среди людей которые так настороженно относят благотворительность благотворительности что но вот если человеку все время его кормить поить носить ему одежду он расслабляется у него возникает такой потребительский интерес ну зачем напрягаться там искать работу вообще что-то делать куда-то бегать если тебе и так принесут накормят вот что вы на это скажете есть так я с этим я сегодня в очень значительной степени согласен потому что действительно мы не можем мы не имеем тех ресурс которые позволят нам раз навсегда решить материальные проблемы множество людей и мы можем только лишь поддерживать их жизнь более-менее достойную хотя бы отчасти а в дальнейшем их жизнь полностью зависит от них самих вот как раз этот проект почему вот вы спрашиваете почему мы такой проект выбрали первый для подачи на президентский кран потому что мы как раз людей учим работать и зарабатывать деньги и я бы хотел чтобы наши дальнейшие проекты если мог даст нам удастся их осуществить были такого же рода чтобы мы помогали не только материально помогали людям самим встать на ноги со временем безусловно бывают наши деятельности такие моменты когда например человек которым помогает помогаем хочешь мы за него встали палочку ручалочек во всем во первых у нас действительно оказать такую возможность во вторых иногда становится понятно что это все впрок не пойдет но например чтобы мы очень хотели сделать мы очень хотели получить возможность сделать хотя бы какой-то ряд детских стипендий потому что есть дети которые могли бы учиться которые могли бы в будущем сами кормить своих мам там порой пап дедушек бабушек если бы они получили вот те навыки эти знания которые для этого необходимы эти дети не имеют средств не должен заниматься спортом для того же заниматься отдельно с преподавателем для того чтобы куда-то ездить в конце концов вот для этого нужны деньги не всегда большие иногда какие-то достаточно скромные средства но и этих средств у этих семей нет вот нам бы хотелось чтобы еще эта область деятельности она сказалась открытой но к сожалению пока мы делаем гораздо меньше чем необходимо пока это просто какая-то капля в море но я прекрасно понимаю что только с этой капли или с этого зерна может начаться что-то больше что-то больше может вырасти вот у по-настоящему богатого чек может что-то измениться у него может измениться настроение он не может измениться там локация пребывания может все что угодно и он из-за этого может какие-то свои обычные планы полностью пересмотреть а если говорить о людях которые что-либо делают только лишь в силу того что они люди верующие ответственность ответственные и у них есть определенное представление о долге человека вот эти люди они будут делать то что они делают постоянно потому что это их жизнь а почему им это важно вот вы говорите что люди есть разные не все верующие то есть не у всех мотивы православные евангельские если люди совершенно не церковные мне все чем нужно бросать свои семьи да и идти кормить непонятно каких чужих бабушек каких-то вот детей где замечательная мысль у виктора франко о том что человек настолько лезть человек насколько он живет не для себя потому что человек человек постоянно нуждается в актуализации свое предназначение актуализации того кто он сущности есть что отличает его от животного когда на человек начинает кому-то что-то давать или кого-то начинает что-то делать его жизнь колоссальным образом обогащается становится в принципе иной не говоря уже о том что человек гораздо меньше начинает концентрироваться своих личных проблемах на свои боли к новей чужую боль начнет помогать он становится счастливее жить легче вообще сада как не парадоксально да я как-то будущее в германии общаясь с одним моим хорошим знакомым который там же и вот у меня познакомился очень интересная статистика и в германии больше 30 процентов местного населения вовлечены в антёрской деятельности это огромная цифра если посмотреть какое количество нас наших граждан вовлечены в антёрской деятельности одну цифру будет ничтожна малыми я считаю что это необходимо исправлять и же еще хорошая фраза клещем стать христианину нужно стать просто хорошим человеком это видимо подразумевает что как бы не все христиане является хорошими людьми то есть люди пытаются перепрыгнуть какую-то очень важную ступень куда они сразу стремятся каким каким-то вершинам духовности забывая каких-то простых до хороших делах просто человек за счету кажется быть хороших христианин то значит регулярно ходить в храм исповедоваться причащаться читать утренние вечерние молитвы читать священное писание изучать святых отцов и что все это не есть некая программа благодаря которой формируется хороший христианин но хороших с ним прежде всего хороший человек это человек с которым хорошо другим людям а как вам кажется вообще нормально что ну не государство а само общество и церковь занимается вот такими самыми тяжелыми категориями людей мы имеем дело с реальностью которой мы живем и вы не оцениваете каждый каждый из нас и каждый из нас сам для себя принимает решение как он на эту реальность откликается конце концов вот можно тоже такой пример вспомнить что только только оказавшись на саратской кафедре метаполит саратский вольский игнатий вот одна из первых вещей которые он сделал он договорился об оказании помощи нашей системе здравоохранения достаточно существенной и это было по его первым делом здесь речь шла на насколько поймаем сирском оборудовании о лекарствах о тестовых системах обо многом из того чего в нашем регионе было если я не ошибаюсь речь шла о помощи которая была оказана региона благодаря ему нарезки никель никель на 50 миллионов рублей вот но в условиях пандемии это было достаточно существенная помощь сколько люди вот сейчас саратове унывают или нет или наоборот взбодрила их вот эта сложная ситуация с пандемией унывают очень многие и безусловно очень многих именно пандемия как-то погрузила глубоко вот эту пучину уныния кто-то потерял работу кто-то вообще потерял те занятия которые для них являлись стержневыми стержневыми этой жизни кого-то разрушился бизнес какой-то может быть небольшой но тем не менее дававший средства к существованию но что очень важно что очень ценное вот на этом же самом фоне особенно контрастно выглядят люди которые при всем при этом в ныне не впадают и остаются шин кем-то бодрыми ясными и даже как ни странно радостными это те люди которые как и все мы подвержены влиянию материальных факторов но для которых на первом месте стоит их жизнь со христом и пока они понимают что в их жизни есть смысл пока не понимаю что жизнь есть приближение к богу ничто не может их вернуть такое уныние чтобы они опустили руки перестали делать то что они должны то есть любое лишение можно передước пережить да да можно привить любое решение это не значит мы должны к ним стремиться они дальше мы должны желать зачем к ним стремиться сама жизни в общем все раз на лета слой или на это не знаешь мы должны премырегать и выльими которые теле лих COLIVA не претерпевают исходя из того что не могут их преодолеть но вообще человек тему и замечательным тем удивительным что можно справиться вот только совсем но зачастую человеку вот нужно бывает помощь отец нектарий вот около месяца назад до или немножко больше произошла ужасная трагедия погибли ваши прихожанки и одни из самых ваших активных волонтеров как раз движение хорошие люди расскажите какими они были вы знаете вы знаете это на самом деле еще безусловно не до конца пережиты и не залеченная боль и вряд ли она когда-то переживется и залечится потому что эта утрата была совершенно неожиданной страшной и безусловно на всех нас застала врасплох какими не были они были есть попытаться сказать кратко как раз они были теми людьми для которых делать хорошие дела было внутренней потребностью как раз из-за таких людей как вот и валентина швильникова и наташи куценко вот а за них по большому счету хорошие люди возникли и более того получалось так что я ну как-то вот в дни предшествующих раз этому этой трагедии когда и вот я задумывался о том как и все у нас работает почему это должно работать почему действительно это надо тратить время и силы у меня как раз как ни странно вот именно их образ постоянно возникал почему потому что они были вот теми людьми каким-то очень ярким примером то есть казалось что у них нет их собственной жизни что они целиком вот погружены в жизнь тех кому нужна помощь хотя безусловно была собственная жизнь и у наташи было и и работа детского врача и маленькой дочери старший сын и муж и у валентина тоже были родные и люди которых на любимую и с которыми ее жизнь была связана если вот такие хорошие люди вот так вот внезапно и так страшно умирает вообще получается какая-то бессмыслица нет какая тогда разница как ты живешь хороший ты человек плохой ты человек злой ты человек или добрый человек да если все равно тебя господь вот не уберегает от таких ситуаций но на очень многие вопросы в нашей жизни нет ответа если предполагать что жизнь наша заканчивается здесь с нашей смертью и только лишь вечность дает нам возможность разрешить многие из таких тяжелых я бы даже как тех вопрос которые называют проклятыми вопросами нашего бытия и здесь я тоже могу сказать лишь о том что господь забирает каждого человека тогда когда он либо максимально готов к тому чтобы перейти в тот иной мир либо когда пропадает надежда то что в принципе к этому готовиться вот здесь как раз это ощущение готовность люди к этому переходу она на самом деле было люди просто узнавшие об этом событии перечислили еще боюсь собрать но где-то порядка 450 тысяч рублей вот эти самые люди не какие-то крупные бизнесмены не какие-то состоятельные обычные так сказать самые люди вот три дня не переставая шел поток поступлений средств кто-то пришел 20 30 тысяч кто-то 10 кто-то 5 кто-то 3 кто-то одну кто-то 200 300 рублей кто-то просто 100 вот и эти деньги каким-то чудом собрались и хватило и на похороны и на оплату сиделки на оплату сейчас клинике вот я так понимаю что скорее всего примерно ты сумма вот точно хватит для того чтобы мы могли бы там лену этого время ее пребывание плачет пока у нее произойдет срастание перелома можно сказать что такие трагедии которые случаются с хорошими они актуализируют как бы все то лучшее что есть в людях да то есть мы на самом деле вот в этой страшной ситуации мы увидели одновременно с этой болью какой-то результат того что делали вот и наташа и валентина и вот и лена и марина которые тоже вот недавно из больницы выписал что-то упрямую забедную суставную на аппарате резарова уже дома вы являетесь настоятелем одного из самых больших или самого наверное даже большого храма который построен был в саратове без привлечения каких-то бюджетных средств без госресурсов вот вне рамках программы 20 храмов которая была осуществлена саратове при поддержке вячеслава володина действительно строительство храма заняло долгие уже на практически ножка 12 13 лет и когда мы только собирались приступать к его строительству честно говоря мне не было ни ясного представления ясного видения каким образом сможет это сделать на тот момент не было ни благотворители которые могли бы в этом начать помогать не каких-то планов по поводу их привлечь я просто понимал что на этом месте необходим такого рода храм потому что это огромная транспортная развязка это большое количество людей здесь живущих и достаточно большое пространство круг без храмов первоначально просто поставить там временный храмик небольшой который моментально полностью это месте людей так что вмещал он там человек 60 а собиралась на службу человек 120 но как только мы это сделали нашелся вот один очень крупный благотворитель это мой близкий друг сергей георгиевич куричин усилиями этого благотворителя большая часть вот работ по храму была выполнена но в ходе работы начали появляться и другие люди которые в этом активную часть примали и вот храмом за эти годы действительно вырос но выросли не только стены и не только купол увенчал это величественное здание самое главное что вырос приход и выросли в храме те люди для которых то храм был жизненно необходим вот на на базе этого прихода сформировалась наше сообщество хорошие люди и конечно храм для меня это главный центр моей жизни потому что это тот источник вот тепла радостью и тишения которые которым прибегать не только люди в храм приходящими прежде всего я как его настоятель вы были одним из членов команды бывшего нашего митрополита владыки лонгина который сейчас уехал и в общем логичный вопрос почему вы не уехали вместе с ним этот город для меня должен был стать родным и родным он стал родными стали люди и родным стал как я уже говорю храм и поэтому когда вода колонгин был приведен на ульяновскую кафедру то хотя мы приехали вместе хотя нас связывали многолетнего 95 года близкие такие вот человечки взаимоотношения я понял что я не могу оставить тех людей в саратове которые за это время стали для меня самой настоящей семьей я имею ввиду приходит петропавловского храма для многих людей которые за пределами петропавловского храма находится почему потому что тогда бы получилось что все чему я их учил все что я им говорил все что объяснял за это время является правда лишь отчасти что я вот готов просто их бросить и куда-то переместиться нет по собственной воле безусловно и на что бы не стал их оставлять почему потому что абсолютно каждый человек это дело и это дело начатое но дело далеко не завершенное и мы прекрасно понимаем насколько мы друг другу нужны насколько мы друг до друга важны и никак бы хотелось преувеличить свою роль как настоятелом тем не менее прекрасно понимаю что формированием прихода первоначально занимается настоятель и именно стоять и позволяет приходу оставаться таким rol есть потому что именно от него зависит каковы будут приоритета жизни церковной и просто жизни в конкретном хрэма и в конкретном приходе я считаю что это наверное самое важное в нашей нынешней церковной жизни сейчас потому что именно от того из каких приходов состоит русское православное церковь зависит ее жизнь в целом вы сказали что храм строится 13 лет но сейчас он еще продолжает находиться в состоянии строительства про сам храм нельзя сказать что находится в недостроен с тем что сам там полностью достроен там пожалуй осталось сделать только лишь правое крыльцо вот что касается территории да самая наверное сейчас такая затратная сама трудоемкая часть это благоустройство территории пока мы выполнили только черновую работу смогли там поднять уровень выровнять его более-менее на это ушли сотни машин земли мы поставили ограду с фронтальной части и предстоит поставить еще еще с двух сторон и за самим храмом находится достаточно большая территория отведенная под строительство приходского здания вот сегодня мы все наши какие-то службы размещаем в цоколе достаточно большой только 400 метров там нас и занятия всевозможные проходит приходские ты и хор и школы пения и чтения для прихожан есть у нас такая вещь как клуб православных бабушек так назовем его и есть у нас воскресная школа для взрослых есть воскресная школа детей вот и масса еще там самых различных видов деятельности там начиная со встреч анонимных алкоголиков вот и заканчивает вот если такой у вас если такой да потому что это очень востребованно очень нужно и у нас есть возможность помогать этим людям в церковлении не оставлять их там вот где-то вот вне церкви люди ходят да они ходят и ходят и сами люди и родители этих лет это как называемая группа поддержки созависимых то есть у вас теперь еще от алкоголизма можно вылечиться есть шанс а еще вот еще нам предстоит строительство здания достаточно большого за храмом где-то проект 1200 метров по проекту это отдельная совершенно большая история но в принципе за него браться тоже обязательно надо почему потому что это место вот просится для того чтобы стать неким таким духовно-просвизическим культурным центром здесь вот в ленинском районе я думаю что на это идет опять ки немало сил но я повторюсь вот вся строительная часть нашей работы она безусловно важно но самое главное что параллельно с этим созидаются души людей созидается это общая жизнь который не гораздо важнее чем кирпичи штукатурка фундаменты свои прочее я надеюсь у нас будет возможность долгое время трудиться в этом направлении почему потому что нет никакого дела более важного более трудного одновременно и вместе тем более радостного чем это желаю вам сил большое спасибо и помощи божьей помощь ему всегда